Привет! Как оформить гостевые комнаты, чтобы сдавать их посуточно? Рассмотрим ситуацию. У вас участок 5 соток, построен и оформлен дом на участке. Еще вы построили гараж, а в нем 3 гостевые комнаты и хотите сдавать их посуточно. Как и что нужно делать? На этот вопрос отвечу я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Итак, действующее законодательство не регламентирует количество домов на одном участке. Строить можно сколько угодно домов, если позволяет вид разрешенного использования участка и не нарушаются нормы, установленные в градостроительном плане земельного участка, в правилах землепользованной застройки, а также соблюдены все санитарные и противопожарные правила и учтены права соседей. Так, например, от садового или жилого дома законодательно установлены минимальные расстояния до границы соседнего участка 3 метра. В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от 99 года и в редакции 2015 года о санитарно-эпидеонологическом благополучии населения, ссылку на закон я оставлю в описании под этим видео, предоставление гражданам для постоянного и временного проживания нежилых помещений не допускается. Так что гараж нужно переводить в жилое помещение. В соответствии со статьей 288 ЖК, жилые помещения могут сдаваться их собственниками для проживания на основании договора найма. И помните, перед тем, как начать извлекать прибыль путем сдачи комнат в аренду, необходимо учитывать, что такая деятельность будет считаться предпринимательской. Поэтому следует оформить ее соответствующим образом, например, как самый занятый и платить 4% от прибыли, и не нарушать законодательство, в том числе налоговое. Давайте поставим этому видео лайк, если понравилось. Подпишитесь на канал, следующее видео вы не должны пропустить. До новых встреч, пока!